Всем привет! Давайте вместе с моим учеником Максимом, этот ролик является для него домашним заданием, поучимся определенным образом играть в свинговом ритме. У нас будет просто мелодия одиночными нотками в правой руке, несколько заптакордов в левой руке. Сейчас я сыграю какой-нибудь отрывок, и мы хотим обратить внимание на то, как соотносятся правая и левая руки. Давайте вы попробуйте заметить, встретится ли хотя бы один момент, когда они играют одновременно. Потому что обычно таким моментом тревожным является засинхронить руки. Типа у меня проблемы с синхроном рук, чтобы это не значило. Вот в самом таком буквальном понимании, когда две руки играют одновременно, давайте посмотрим, будет ли хотя бы один такой момент. Если бы ни одного раза не было, когда у меня правая и левая звучали бы одновременно, они чередовались. То есть тут синхрон заключается не в том, что мы играем одновременно, да? Хотя, если у меня было бы что-то вроде того же самого, там, астената в левой руке, да, то я бы, играя... Там по той же самой пентатонике, я совпадал бы правой с левой, и да, это потребовало бы определенной дополнительной работы. В этом плане нам сейчас попроще будет, мы не играем одновременно, но определенный синхрон все-таки есть. Какой? Давайте разбираться. Сейчас что у меня такое было? Допустим, вот возьмем просто... Есть некоторая такая ритмическая сеточка, и мы по ней размещаем то правый, то левый. Причем левая всегда у нас раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре играет на раз. А правая играет на какое-то и, как бы нам его нащупать. То есть, немножко отмотаем назад, возьмем вот, допустим, шагающий бас вот такой, вот мы из до идем в соль, в до миноре, да, и обратно идем из соль в до. И вот сам по себе ритм, да-да, триольный, тот самый, который там по-разному, кто-то шафлом, кто-то свингом, пунктирным, рваным, короче, три-раз-два, 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 три-раз-два. Можно просто, как будто мы говорим, трава, трава, туда-сюда. Вот мы хотим сейчас, вот влево у нас получается, вот этот хлопок левый, это раз-два-три-четыре, а правый это и, и раз, и два, и три, и четыре. Вот мы, если смогли это нахлопать, сможем и сыграть. Влево у нас раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Сейчас вправо будем просто и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре. Важно, чтобы это было, опять-таки, не прямое и, как обычные ровные восьмые, типа и раз, и два, и три, и четыре. А именно, вот это коротенькое, оно поближе к нашему счету. То есть, три-раз-два, три-раз-два, три. То есть, два в уме, это как бы три, а это как бы раз. То есть, три-раз-два, три-раз-два, та-та, та-та. Трава, драва, туда-сюда, та-та-та-та-та. И вот если мы захотим дальше с этим шагающим басом поимпровизировать, то да, некоторый элемент вот этого, то, что синхронным рук принято называть в народе, это отнимет определенных усилий, отнимет определенное время. Хотя я не считаю время на практику потраченное, отнятым потраченным, но тем не менее. А если мы будем не играть все четверти влево, а как бы их представлять, и вернемся обратно к идее, просто один аккордик играть, да, то будет попроще. Но вот это вот ту-тун, 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 все еще мы хотим представлять в голове и вот по вот этим вот, в этом ритме играть в правой руке. И мы пойдем от простого к сложному. Сначала мы хотим просто попробовать и раз, два, три, четыре. 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 И раз, три, четыре. И раз. То есть у нас есть всего лишь одна нотка в правой руке, она приходится на синхрон, на и перед раз. Причем это свинковая такая синхрон. То есть прям нотка вплотную к левой, правая вплотную к левой. Пока что один аккорд, одна нотка Именно в таком ритме То есть у нас Дальше Мы пробуем, а что если я возьму и сыграю не одну нотку, а две И будет, допустим, 4 и 1 2, 3, 4 и 1 2, 3, 4 и 1 3, 4 и 1 2, 3, 4 и 1 Вроде тоже выполнено Что происходит у нас? То есть я вот сейчас топаю, считаю, но на всякий случай Вот еще вот раз идет 1, 2, 3 Дальше совпали 4 и Опа, потом синкоп и снова аккорд Вот у нас замкнулся такт Мы просто его повторяем Ну нотки вправо я беру там либо из до минора Либо просто из пентатоники, из аккорда Откуда угодно их можно брать Можно как шпаргалку использовать левую руку Брать ноты только из аккорда для начала Не принципиально Теперь попробуем чередовать То одну нотку, то две То есть и 1, 2, 3, 4 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 и 1, И еще раз, что происходит? Раз, два, три. Дальше коротенько и. И четыре, и слабые, сильно слабые. И вот на этом мы пока что остановимся, не будем больше добавлять ноток. У нас ни разу правая, слевая не совпало, но ритм у нас как бы один вот такой. Теперь попробуем подчередовать все еще пока что на одном аккорде. У нас наш до минор. И мы играем то и раз. И то. То в одну нотку, то две, то три. То есть. Вот уже что-то проклевывается, какое-то разнообразие. Ну и к разговору о разнообразии можно попробовать, допустим, пускай у нас будет два аккорда. Допустим. Ладно, чтобы было проще, просто такой же с автоккордом на фа перенесем. Вот у нас беленькие черненькие такие же. Правда, замедляться. Нужно будет раза в полтора это медленно играть, чем я показываю. Но, а что бы мне не замедлиться в самом деле? Вот у нас, когда хотим, нет, лучше не когда хотим, а то как бы начнем валять. Пускай будет по два раза. По два такта у нас. До, по два такта фа, допустим. И раз, два, три, четыре. И раз, три. И четыре. И раз, два, три, четыре. И обратно до. И раз, два, три, четыре. И раз, два, четыре. И так далее. Теперь возьмем, допустим, три аккордика. Пускай будет там до. Ой, место на телефоне кончается. Ладно, вполне достаточно идей для практики. Но все-таки я успею еще. У меня есть 30 секунд целых. И раз, два, три, четыре. И раз, три, четыре. И раз, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Всем удачи!